Стремительное развитие цифровых технологий дает нам доступ к любой информации. В таком потоке новостей медиаграмотности нужно обучаться всем, особенно подросткам. По мнению экспертов, во время пандемии школьники научились использовать обучающую информацию. Однако, отличать полезную информацию от неполезной могут не все. То, что даже у нас в магазинах, как упакованный товар, вот это все в основе лежит медиаграмотность, как правильно надо выбирать. То есть, если там красиво написали, красивую, допустим, фотографию поставили, не обязательно означать, что этот продукт полезен, этот продукт тебе надо. То есть, это больше манипуляция. С точки зрения, конечно, маркетологов, это инструмент для того, чтобы продвигать свой товар. Но с точки зрения потребителя, мы должны научить наших детей с малых лет, чтобы они могли отличить, чтобы они могли прочесть вот этот мелкий текст и узнать содержание, кто делал, что делал. Эксперты говорят, что отсутствие медиаграмотности может разрушить личные национальные государственные ценности и даже межгосударственную стабильность. О необходимости медиаграмотности даже говорится в стратегии устойчивого развития Кыргызстана. Фейковые новости, язык вражды, дезинформация везде. И один способ это все закрывать – цензура. Но цензура, к сожалению, не работает. То, что работает – это критическое мышление. Чтобы мы думали об этой информации, чтобы мы детально это анализировали, чтобы мы прогоняли через призму себя, почему это плохо, почему нам нужно делать по-другому. И как раз такие критические мышления, которые можно развивать, совершенно разные. Это не только школа, это, например, игры, это, например, активности, которые могут быть вне университета и школы. Отсутствие медиаграмотности способствует появлению угроз коммуникации в социальных сетях. Однобокая информация и информационный шум приводят к непониманию и появлению конфликтов в обществе. Поэтому каждый интернет-пользователь должен обладать медиазнаниями, чтобы не нарушать законы и не попадаться на удочки мошенников. Реакция в том, что мы употребляем эти новости, перепощиваем, рассказываем, то есть продлеваем жизнь фейкам и дезинформациям. Это как раз то, что необходимо для того, чтобы эти искаженные данные, эти искаженные документы, эти искаженные данные о том, что происходит, жили дольше. Потому что чем дольше мы пересказываем, тем дольше живет эта искаженная информация. Поэтому медиаграмотность, в первую очередь, если мы говорим о применении ее на широкую аудиторию для простых граждан, это умение идентифицировать неправдивую информацию, неправдивые данные. Отметим, что во второй Центрально-Азиатской конференции по медиаграмотности приняли участие представители Министерств образования, цифровизации, культуры нашей страны и международные медиаэксперты из Финляндии, Франции, Германии, России, Грузии и Украины. Конференция стала идеальной площадкой для обмена опытом и идеями по продвижению медиаграмотности в системе образования. Министерство образования тоже будем применять.